Так, все, нажимайте play и переводите. Продолжение следует... Чакра Прабу, вы нам, пожалуйста, озвучите, что там у вас происходит. Мы просто должны знать. Пошла трансляция? Сейчас мы в прямом эфире? Ладно, конечно, я отключаюсь. У нас прямая слышка. Дорогие друзья, на самом деле я уже прочитал несколько минут лекцию, но трансляция не запустилась в это время. Просим прощения за это опоздание. Мы наладим нашу организацию, мы будем начинать ворием, постараемся. Здесь очень важна, конечно же, дисциплина и организация, с которой мы хотим какие-то великие вещи делать. То это должно быть поддержано хорошей организацией. Продумано должно быть все детали, мелочей. Поэтому прощения за это опоздание. Мы читаем Шима Бхагаватам это марафон для того, чтобы с целью, с целью этого произведения дано года пять тысяч лет назад с целью уменьшить дурные влияния, снизить даже по возможности к нулю снизить дурные влияния века Калия. Нынешний век полный недостаток. Из Пурана, из древних лет мы знаем о далеком-далеком прошлом, когда были другие эпохи, другие юги, другое время, то культуры отличались на сегодняшние. Недостатка была меньше в прошлых временах, потому что юги циклируют сверху вниз, как бы. То есть есть принцип деградации, снижение знания, ленность приходит, недостатки могут увеличиваться, узаканиваться эти недостатки могут. Мы знаем, что общество может иметь тенденцию деградировать, как любая цивилизация, она со временем приходит в упадах, это написано в Ведах, и требуется восстановление. И вот Симан Бхагаватам именно предназначен для восстановления. Но это зависит от того, насколько мы сможем проникнуть в смысл этого произведения, этой Пураны. Есть 18 Пуран, комментирующих, объясняющих Веды. Пураны, включая связь... Пуран означает старое, древнее, изначальное. Знание изначально называется Пурана. Вот как это в самом начале было, да, с чем мы должны все сравнивать? Сейчас мы не знаем Пураны, поэтому мы хотим восстановить это знание. С чем же нас все сравнивать, чтобы у нас не было этих конфликтов в калию июле, нынешней эпохи, чтобы было меньше разногрязи, нужно точку опоры. Вот эта точка опоры, трансцендентная, духовная должна быть, абсолютная. Абсолютная, которая приносит благо каждому живому существу. И Симан Бхагаватам предназначен для этого, чтобы принести благо каждому живому существу. Симан Бхагаватам именно этим говорится, что лучшая религия та, которая желает блага каждому живому существу. Вот это и предлагается. И основа, как бы, этого знания заключается в том, чтобы человек развил духовное видение, духовное чувство и духовный разум. Тогда он увидит, что все живые существа имеют единую природу. И как только он увидит, что все живые существа духовные по своей сути, и лишь внешние тела отличаются, эти виды жизни, лишь внешние отличаются, он превратит насилие совершенно. Это знание остановит насилие. Это очень важный момент такой. Поэтому сейчас мы, ну, сейчас, допустим, мы живем, мы говорим, что вот это животное, это человек, это дерево, это птица, это правильно. С внешней точки зрения. С внутренней точки зрения. Это не всем точно. Вообще это не имеет отношения, потому что эти формы жизни временные, не имеют большого как бы значения для наших отношений. Значение имеет сама суть, внутренняя суть. Внутренняя суть такова, что душа каждого живого существа находится в эволюционном цикле. Снизу вверх оно проходит по ступеням этих форм жизни вплоть до человеческой. И до человека она не знает об этом, где она находится и что делает. И кто она? Собака, думает я, собака в этом теле, навязывает ее тонкое тело, грубое тело, это объяснение. Она так считает, так чувствует, так живет. Ей не дан какой-то тонкий разум для вопросов, для осмысления. Так же, в чем более низшей форме жизни есть, выше. И только человеку дана эта возможность осознать, кто он где находится и куда идет, и откуда он пришел. Что мы уже были с вами в эволюционном цикле до этой формы жизни человека. Мы прошли много-много форм жизни. Вот это духовное трансцендентное видение, которое позволяет увидеть нам жизнь вселенной. Не только земное, значит, существование, но и другие уровни вселенские. И Веда описывает эти вселенские уровни и их как бы население, способы достижения этих планет, без технических средств, а при помощи формирования нового типа тела. Наше тело сформировано нашим умом. И сейчас даже, когда мы живем с вами, вот обычной жизнью человеческой, наше тело формируется, конечно же, умом. Ум, зарегистрирован на какую-то пищу, пища уже составляет наше тело, качество пищи. И если наш ум в низших, как бы, качествах природы, то и пища тоже в низших качествах природы, и вкусы там же. Если он поднимается выше, более выше, как бы, гуны из сферы, то и пища становится другой, и тело меняется, и здоровье меняется, и способности меняются. О, кухон, down, the body goes to the lower mode of nature, and if our intelligence is on the higher mode of nature, our food and body goes there. So, there is a great diversity, hellish, on our planet, the hellish and paradiso forms and places, hellish suffer, paradiso are enjoying. We can feel both sides of here, it is medium level here, in some portions. So, on his experience from puranas and by his discipline succession, person can go into the depths of this knowledge of the life. So, Vedas are describing the method of elevating the soul to the higher planets and the spiritual world. It is made due cause of yagya, sacrifice to the higher energies, higher forces. What can we offer to them? And to offer something, we must know what is valuable to them. So, we elevate our consciousness, interacting with higher living entities to understand their values. And the topmost is spiritual world and absolute truth, supreme personality of Godhead. There are some hints, but direct, direct method is given in Shemat Bhagavad. If we understand the feelings, the intentions and the understanding of the supreme Godhead, we can elevate our consciousness. Because the Lord is like a stomach in the universe, we must know what he likes, what he dislikes. So, this eternal spiritual taste, it is the supreme sacrifice. So, Shemat Bhagavatam is made for us to get the total understanding of the Godhead. Otherwise, we cannot understand it in full. I will read the verse. Why Shemat Bhagavatam comes? And why it is so important? It will be the verse from second camp of Shemat Bhagavatam, seventh chapter. Look at this book. It was about 60 volumes in the first edition. In Russian it is a little lesser. Original Sanskrit and translation, Russian translation, literally translation and commentary of Acharya. I will read. I will read. I will read the Sanskrit first. I will read the Sanskrit first. If I am not reading for the Sanskrit first. And how it is translated is written into the English. Maybe my Sanskrit is not very good. I did not study it. I studied by these books. I can see how the written, how it is translated. Я прочитаю сразу перевод текста. Сам Господь, воплотившись в образе Сына Сатявати, Вясадевы, сочтет созданные в ведические писания слишком сложными для людей, с неразвичным интеллектом, которому отпущая короткая жизнь, что это знание очень просто. Когда проникает в все сферы материального разнообразования, это очень сложно. Дерево банян буквально. Это материальное творение сравнивается с деревом банян. Дерево банян растет сшигающий дерево, напускает корни нового из ведвей, и они могут так занимать квадратный мили, одно дерево. И уже очень сложно со временем понять, где изначальный корень, откуда оно появилось. Целый лес запутанный. Вот такой пример дает Советов. При этом это дерево перевернуто вверх ногами. Мы видим отражение его. Это дерево отражение дубовного. Это дерево горян. Это дерево горян, еще перернут вверх ногами, то есть ситуация не очень сложно. So, the situation for understanding becomes very complicated. We must go to the details, all the details, how this machine is working. It is difficult. Therefore, Yasadeva divided his vedas into four parts. I was talking how Yasadeva was writing these vedas. He became mature. He understood the Brahman himself like a spirit, and he could go for trance. And when a person in trance, he cannot be interrupted, and you cannot ask him questions. What did you mean? How did you say? He must speak while he is in trance condition. So, from time to time, he was giving a lot of text very fast. And there was a problem where to find a writer who could be able to follow Yasadeva so fast. And there were no such writers experienced among the human forms, among people. So, in trance, Yasadeva requested to the higher planets, where more qualified entities recite. They are the same souls like me, but they have some sithis, super abilities. And Ganesha, son of Shiva, said, okay. But my condition is that I will write only those texts that I understand. If I do not understand, I will stop until I understand, and then I will continue. And Vyasadeva, day and night, without stop, he was reciting this text. Ganesha did not write it, did not become tired. But Vyasadeva is a human. He was tired. So, from time to time, when he needed rest, he was speaking some complicated text. And Ganesha stopped thinking. Vyasadeva took a pause, took food, was bathing. And then Ganesha understood this text, and they continued. So, this text is called Shruti in Vedas. It means heard from upper, not sore, not from mind, but they heard it. All these scriptures were heard from the prophets. They could take this knowledge from trans, like Muhammad. And Moses, Prophet Moses, heard the voice from upper. And also in Vedas, there are Smriti and Nyaya, three things. Smriti means memories. I can remember some things. The events, how the events took part, what one and another person told, they were discussing some things. That is Smriti, how the society is changing, different epochs, all this is written. Information from epochs, yugas, this is Mahabharata. It is Smriti. And Nyaya is the third type of logic. It is a logic. It is connected with our logical abilities to understand. So, Shruti, Smriti and Nyaya. So, the first is Shruti from Yasedeva. Yasedeva was speaking, Ganesha was writing. But when Yasedeva was speaking, it could be difficult for people to understand who have a short and long time and intelligence is not so high. Now we are proud of our intelligence. We have artificial intelligence with the Internet. And IQ can be high when we think. But from the point of view of Vedical Culture, intelligence criteria is not in the frequency of intelligence, but in the ability to stop the senses and mind. That is the real power and the function of intelligence. If you were studying yoga, you know that yoga must use the possibility for a person to control the mind and the senses. And that is the start for getting this super intelligence. In our understanding that our memory is like intelligence. The more we remember, we are more intelligent. But from Vedic point of view, we control it, that is intelligence. And from the Vedic point of view, if a person does not control his senses and mind, he can hardly understand the Absolute Truth. What is Absolute Truth? And usually nobody knows. That means nobody is controlling the senses, therefore nobody knows. Absolute Truth is known intuitively to every minute. Like an inclination to some progress, some higher sense, something nice and good. It is inclination to the truth through the food through the knowledge. This inclination is essence. The scientists call it instinct. It is our nature of development, our inclination towards the Absolute. That is what you know. And inspiration. The faith. The faith is inspiration and feeling of internal happiness. That I know it will be beautiful. And from our faith, our inspiration is a contact with Absolute. Also, non-understandable contact with external nature. To the purity. To the purity. Purity, love. Purity in relations. Purity in nature. Purity in water. It is like a smell of Absolute Truth in external world. Nobody argues. We need pure health and mind. We want it. But if the intelligence is not controlled, the mind is not controlled, it goes to negative. And how to take it out of negative emotions and go to the optimism? It is yoga. So, Shemad Bhagavatam gives us this possibility through the stories connected to Supreme Personality of the Lord. So, Shemad Bhagavatam would know that the Lord is a living entity. He has the feelings, intelligence, the form. He has everything. And he is... Personality means... He is the proprietor of our living. It is his property. Property. He is Supreme Personality. I do not think he is a conditioned by material world personality. He is absolute personality, unconditioned. Он мне сказал, что Бог — это энергия, но энергия, она подвластна, а лифт — тот, кто обладает энергией, это другая категория совсем. Энергия может относиться и к безличному, и к материальному, но душа — она не безличная, не материальная, она надбезличная, надматериальная и практически неописуемая. Вот поэтому Веседево не знал, как объяснить неописуемые вещи. Он завершил север Веданта-сутру, Веда-анта, Веда-знания, Анта-конир, все, вывод, как он живет. Он там описал абсолютно все философским языком, абсолютно нам непонятно, очень сложно. Это нужно быть, наверное, по-другому Богу, чтобы он читал Веданта-сутру. Вот поэтому когда Веседева записал Веданта-сутру и все Веды, все пути к счастью в материальной миру, в планетах, в богах, людях, одниминах. Он становится такой ужал отцом. Он был очень upset, потому что люди не понимают, что сам-то непонятно, что они не будут делать. И если они не понимают их, то они используются эти снижения, которые я описал, для сенсорной gratification. Они используются эти снижения, чтобы есть, эти обряды будут делать для престижа. То есть, ну как это люди, как слава, у них есть свои природы материальные, они обычно стремятся к славе, власти, богатство. Они используются для своих целей, и они используются для своих целей. И все, все, как у нас, в этом году я указал людям кудват, в общем, кудват. Они станут, твои визг с канных жадными, так они будутbooks и жадными, так они будут Les convulsены. Ye будут ещё образованными жадными. Что опаснее будет себя шлю hubьер? Он вполне нет. Как они говорят. Я сделал, я жив. Зло совершил место добра. Это одна из причин почему Буда отверг Веды. Потому что люди стали убивать много животных. Никак �님� другихежитений для Бога. Потому что люди стали убивать много животных. Так же и во времена Будды. Он установил принцип Ахимса. И когда люди условили принцип Ахимса, то есть следующая Ачария, они снова установили постепенно верно. И уже с принципом осознанным Ахимса, не убивая. Собственно, главное запрещение, не убивая, не причиняя насилия. Женщина. Ахимса, non-violence, don't kill, is the basis for civilization, civilized life. Every scripture starts from Ахимса. We know Ахимса, the violence, how to live with violence. We must fight, we must overcome who is the most powerful, he will survive. We have the scientific Darwin theory for the basis of this violence. We do not know how to be prosperous without violence. When the human is living that violence, when he is wise and loving, collaborating with all types of living and entities, forms of life. Not only with people. He is recovering his relations with trees, with nature, with micro-world. What relations do we have with micro-world? The same, we try to overcome with force and intelligence. Micro-world is unable to be understood with our forces. Yesterday we were speaking that we will need one or one and a half year to find a vaccine from this pandemic. It is a difficult task for a human to overcome material nature, micro-world, this aggressive life. It is difficult to overcome for a human. Or higher walls, we cannot. The ant, you take the small ant, he will go to the place he needs to go. You cannot stop him. You cannot kill, but you cannot stop. So, we have these forms, the type of life that we will overcome it with forms, I will kill, I will stop, I will force them to stop. But the essence of life is to follow the love and to go under the borders of flying cock. So, we create this spiritual revolution where there is no God, no violence with love. And Yesudeva was lamenting me. I am not good in making these scriptures. And his guru came. Yesudeva is not the Lord. He is not the final guru. He has his own guru and he has his own guru and they are connected with discipline succession. Every spiritual master must have his own guru and he has his own guru, it is called guru parampara. If I give the knowledge, if I teach, I teach from the name of my own guru. Otherwise, a person is speaking from himself, you must not hear from him. The teacher gives knowledge from guru parampara. And he leaves the life following their, she shares their instructions. And everybody who gives knowledge after this discipline succession, he becomes spiritual knowledge. So we must become this spiritual master. We must give this knowledge. You go and understand the spiritual science and give it to others. It is instructed for others. It is instructed for others. So, Vyasadeva is a highest mystic and transcendentalist. He is the highest mystic and transcendentalist. He is meeting with Narada Muni. His spiritual master. He is singing. Narada Muni is singing the names of the Lord. And he came in a difficult moment of his disciples and asked him a question. Are you happy describing everything in the material world? It did not say directly anything about absolute truth. It is your fault. My instruction for you. You must describe the place, the games of absolute truth, supreme personality of your Godhead. You describe his activities. And this activity is not responsibility. It is his lila place. And the person who knows this activities of Supreme Lord becomes happy. He becomes get rid of suffering. So, you must describe his form, nice names, names activities. It is the most elevated names. And when we chant this holy names, we get the most supreme qualities. And if we meditate on his form, we understand that he is the essence of all the beauty of all creations, when we understand his activities, we see that he is pure, that he is not caused by material nature, that there are no holes. And he is transcendent, he is transcendent, he is transcendent, he is transcendent, he is reciting from the world of love. And this is not like a judge, not like a judge, not like a judge, not like a judge, like a one who is beloved, like a one who is beloved, like a one who is beloved. So, yes, Deva, you must describe his name for his teaching, his teachings, his abilities. And therefore you will finish your writings and he will be good. So it continues to be a commentary of Propaganda. This is the production of Brahma, which is to cast himself, which is taken over into as an author, as a result of behind his writings. Here in Brahma mentions the future compilation of Shimat Bhagavatam for the short-lived portions of the Kali in Goli. As explained in the first kenta, the less intelligent portions of the age of Kali would not be only shot-lived. В соответствии с законной природой, прогресс науки, направленный на создание материальных удовольствий, является результатом деятельности в гуне невежества. Истинный прогресс в познании — это прогресс в познании самого себя. Real advancement of knowledge means programs of knowledge in self-realization. Some years ago, I was traveling on the horse, and I was thinking, what is this world, where I am. And I went to the automobile and started thinking about life. And I can go to the airplane, but the question is not answered, what is the progress. So the car is progressing, the machine is progressing, but the soul is not progressing. So, this progress and cultivation of ignorance, I think that my progress is to make the technique, machines, better and better. But in relations, our perfection is not attained, we cannot live under peace. Peace is the start of civilization development. But still, we did not attain that peace on the planet. 2,000 years of Islam, 4,000 years of Buddhism, 5,000 years of radical knowledge. So, we go towards the conflicts. Inside ourselves, we cannot retain the peace. Inside the families, it is difficult to keep the families, not to develop even. Nowadays, we are dependent on the money, on the comfort, on the technologies. Who am I? Why am I? We have no even time to think in this rush of modern society. In this sense, we are degraded. So, the techniques are developing, but the human is in difficult position. There is an example of a bird in the cage, which is golden. And the owner is attracted by the golden cage, but is not attracted by the road inside of it. So, he comes to clean this golden cage, and he forgets to feed the birds. And because of time, this bird dies. So, we have spaceships, we have airplanes, but what is our life like? We are lonely in it. We are lonely in it. We are lonely in it. Nobody needs us. Sometimes friends betray us. Especially families and divorces, and children go away. So, the activities in mode of ignorance. That's how we call it progress of material. The real progress is self-realization, self-understanding. That is the first task. So, we say, you must know the basis. From the five years, what are you like? It is a whole process. Because, by the nature, our breath is ignorance. We do not know. We need the education, and we go for a Bhagavatam that explains for different fears we do not know. But in the age of Kali, the less intelligent men mistakenly consider the short lifetime of 100 years, not actually used to about 40 or 60 years, could be all in all. They are less intelligent because they have no information of the eternity of life. So, 40 years even more, because the first 20 years we are not organized, it is not even intelligent life. The maturity, the maturity, the starting at 25 maybe. And after 70, the life is passive, not actually. So, intelligent life is most of times is traffic, sleep, and some useless talks, how much lifetime we spend on faith and inspiration and high moments. And there are very few in our life. So, if you call it a life, our life is not long. We are struggling for the survival. So, these non-intelligent people are considered leaders like bulls and deaths. But the Lord is the compassionate father for all divinity and beings in pass unto them the last Vedic knowledge. In short, three styles like the Bhagavad-gita and for the graduates of Shmat Bhagavatam. The Puranas and the Mahabharata are also similarly made by Vyasadeva for the different types of men in the modes of material nature. But none of them are independent of the Vedic principles. So, why do we have different scriptures? Because there are different types of people. The religion is one, but because we are different, we belong to the Lord. The Lord is the source of religion. I cannot say that the Lord is in some religion. I can say that all religions come from one source. A person, a human cannot invent the religion. There is an example from some stories. Может быть, это Панча-тантрика, где описываются истории аллегорические, такие басни. Мудрые. Как рождается религия, человеческая религия, что-то такое. How human religion is born. Ну, кот ловит мышей. О, они приспособлены у них. Потому что зрение очень хорошее, глаз, они хитрые, они могут ловить мышей, они перетворяются. Когти у них, реакция хватает. Очень хорошо живут кот ловит мышей. Но время идет, старость наступила. Старость, глаз не такой острый. Мышь не такой добрый. Он падает. Он бегает по ним. Он ловит мышей по ним. Слово потом. Он ему против зеркана, который он подходит. Он я и придумал, демон, я и придумал его снижсishes. Он умеет. Я умею, вон враг. И он ловит меня. Они не будут служить. Он ловит меня. Он всел, поздал лотогоа. Он сталran терруем. Он и стал сильным. Он умеет пробование, иметь руки. Мю, мю, мю. И мы еще ходили в Калибинги. И мы начали смотреть на этот живот. Он не смотрит, отрезает чувства разу. Велтостью. Он не чувствует починенно. Он больше не то животное, которого он угрожал. Теперь святой. Он хотел поклоняться, как пищу. Вот кто это выгодит. Это значит, челесия велигия. Он всегда есть, как этот человек выгодит. Но поскольку именно Бог, Абсолют, заботится о каждом живом существе, равно, всех так не может обычно. Мы должны прилить ее от Бога. Поэтому не убей, если мы говорим о человеке, он скажет, не убивать, это к человеку только относится. Если человек говорит о сознании Бога, он не убьет означает ни одно живое существо нужно потребляться насилию и бессмысленно. Убийство. Жертвоприношение — это не убийство. Поэтому в писаниях есть и медических, и других жертвоприношений животных. Да. Но поймите, это нужна квалификация, чтобы делать такие жертвоприношения. Нужно сознание Бога очень развитое. Сейчас у нас нет такого сознания, поэтому нельзя сейчас такие делать вещи. Это будет просто убийство. Жертвоприношение — это не убийство. Это другое. Хотя тоже это не является высшим жертвоприношениям. Но для некоторых людей предписано. Не для всех. Если вы можете стать вегетарианцем, вам не нужно совершать эти жертвоприношения. Если вы не можете, тогда есть такие жертвоприношения. Это от человека зависит, какие правила предписания ему нужно принять. Но если вы уже не убиваете, вам не нужна эта заповедь в принципе. Если вы уже любите, вам не нужна эта заповедь в принципе. Поэтому заповеди могут иметь какой-то временный характер, как вот религиозные заповеди. Если вы их освоили, то предложатся другие, более высокие заповеди. Как вы из одного класса приходите в другой класс. В конце концов, заканчиваем в школу или в высшую учебную заведение. Да, последовательно. Значит, также мы последовательно будем изучать своим бхагаватам, начиная с первых песен до десятых. Десятых песен сразу нельзя изучать. Мы потом объясним больше, чем. Нужна последовательно усвояемость. Я был знаком в эфире где-то в Украине давно, прямой эфир в Сибири. Ну и там говорили о духовных вещах, о книгах также, о фуранах, о человеке, о карме. И ведущие заинтересовались. Вы знаете, ведущие, журналистки, молодые, они очень быстро задают вопросы, очень быстро меняют тему. Они хотят что-то интересное, сразу быстро получить ответ, быстро чем-то удивить. Ну, как бы такой ритм работы, такая профессия, чтобы быть интересными в эфире. Но я и сказал, что так мы не сможем постичь духовное знание, это не шоу. Здесь нужен другой метод. Вот сначала нужно понять одно утверждение, которое мы обшивили. И когда вы поймете это, пока потом можно задать следующий вопрос. Не превращайте это в шоу или спор. Споры нужно прекратить изнастанно риску на абсолютную истину. Если нам предлагают знания духовные, мы не должны спорить, мы должны их просто принять и попробовать на вкус. И все будет ясно, так же, как мы идем к доктору. Доктор говорит, у вас такие симптомы похожи, вам нужны на это лекарство, вот попробуйте, и на данный плод попробуйте. Переназначают уверенно, вот это лекарство столько-то раз в день принимать. Не забывайте, но я не знаю, я не доктор, я не знаю ни лекарства, ни своей болезни толком не могу объяснить. Ну, я попробую, и так же я скажу, что это правильно, а симптомы, с чем-то корректор. А докажите мне, ну, почему так, безапелляционно утверждаете доктору, что именно вот это лекарство? Столько много лекарств, почему не именно это предлагаете? Ну, погодите, вам нужно дать образование медицинское, вам нужно достать врачом самому, но у вас нет времени, вы сейчас умрете на болезни. You must say that this medicine is suitable for me, please, there's so many medicines. And if you do not have education as a medical, and you would not have time, you will die if you do not take this medicine. So, the same situation with the spiritual knowledge. You must find a person who is interested in your benefit, and you must find a spiritually elevated person who is interested in your benefit, and you can follow his good advice. So, we can stop here and go to the questions. So, the first question is, can you say who is Lucifer? How should we understand this? I did not find this name in the Vedas. I found it in previous times. It is a fallen angel. He is called Satan. Или общее понятие дьявол, Lucifer. И кто он такой? В Ведах описывается принцип творения. Принцип творения и сначала описываются основополагающие фундаментальные вещи. Потому что Люцифер — это одно из живых существ. Один из многочисленных ангелов, который он попал здесь, на землю становился новым. Как бы там есть такая легенда и история об этом. И теперь он как бы здесь свою власть имеет. Он влияет на людей и как бы провоцирует их на грех. Его роль такая. Самым как не грешит с людьми, но он провоцирует их. У него есть зависть. Он зависть к святым, завидует тем, кто любит Бога. Потому что он тоже верит в Бога, но у него нет такой любви. Ну, то, что я слышал, сейчас передаю, насколько авторитетно, не знаю. Но такие легенды рассказывают. Я верю, что такие существа есть всегда среди людей. Которые завидуют Богу, даже веря в Него. Завидуют любви к Богу, завидуют счастью любви. Вот это называется сатана, как в общих чертах, в принципе. Ну, и такая личность тоже описывается, что Люцифер, когда-то под руками зеркало, когда они не находились в уединении, то, что я слышал. Ну, вот какие-то такие истории. А в Ведах говорится майя. Майя – это принцип основополагающий иллюзия, велик обман. Майя. Вся материальная энергия называется майя. Или как бы дьяволом. Или ведьмой майя. Это женские люди. Ведьма майя так называют. Пишачираколи ее называют. Пишачираколи. Пишачий – ведьм. Она у нее в одной руке пряник. Она привлекает. Она бьет. Вот два фактора. Она говорит, ты мой сын! Я же твоя мать из природы. Приляг ко мне на колени. Вот положи голову. Успокойся. Мы верим ей, мама. И ложимся на колени, она нас заедает голову, разум отнимает. Почему нас такая хая? Майя означает так же милость. Майя просит у матери, что это, мама? Это луна, сынок, луна. The child is asking his mother, what is that? It is the moon. Нет, дай, ты же выше меня, ты же достанешь. You are higher than me, you give me the moon. И тогда она придумывает иллюзию. And then, because of the mercy, mother invents something. She takes the mirror and gives the mirror to the child. You see, this is the moon you take her. And the illusion is giving something that we desire so much, but cannot attain. And if we have no material desires, it is inactive. И yoga значит, что мы постепенно очищаемся от материального желания. И yoga means get rid of эгоизм, get rid of material desire. Me и mine, me and mine, is the way to the heart. Майя have a lot of agents, all of us can be agents of майя. Let's think how can we get profit here? When I was young, Может, лет двадцать не было, двадцать два. Один мой друг, мы недавно с ним дружили, как студенты были. Красивый очень парень, занимался боевым искусствами, но бывают в центре такие яркие личности. Он был таким, он был знантый, каратист, умный, хорошо учится. Мы с ним дружили какое-то время. Он меня уважал как художник. И каждый, он пришел ко мне, и мы один на один. И если мы съем чай, он говорит, слушай, тут есть одно дело, это был Дальний Восток. Давно-давно. Он говорит, что есть одно дело. Хочешь, я скажу, как можно очень хорошенько заработать. Скажи, да, я бы не против заработать хорошенько. Когда были зарплаты, он говорит, что мне предложили одно дело с красной икрой. Закатывать банки под другой этикеткой и контрабандой отправлять за границу. Он говорит, что я уже подписался. Но мне предложили. И кто мне только сказал, да, где бы я сейчас был, скажите. А там труднее, тут не вытяну. Труднее, труднее, опаснее, опаснее. С каждым шагом. И вы уже не вы знаете, уже понимаете, что в Вене-Си, и вы не можете вытянуть. Кто-то главный, что я не могу. И вы не можете вытянуть. Или вы не можете вытянуть. Но это был выбор мой. Вот чем-то говорю. Не майсно о моем выборе. Теперь мы агентов много. И Люцифер, один из них, он видноuste. Люcifer is one of these agents he influences on the planet, but the age of degradation is filling the whole universe everywhere, so Kali is the head of this degradation everywhere, but on the higher planets the Kali-Yuga is almost unnoticeable. On hellish planets it is always burning, but on the land, on the earth it is very noticeable. And Satya-Yuga here is like a paradise, and in Kali-Yuga it is like a hell. So Lucifer is here on this planet. Спасибо большое. И у нас вопрос в прямой трансляции. Как последовательно ставится мат, то есть как в шахматах, материальной цивилизации, если первый ход жизнь происходит из жизни? Такой философский вопрос. Я отвечу коротко, но на этот вопрос нам придется потрудиться ответить еще много дней, и я над материальной цивилизацией. Вы можете каждое это сделать. В своей материальной жизни можете ей поставить мат, своей начальник очень другой жизни, это как бы другое измерение жизни. Есть история о коршуне Аванте, который попал в очень трудную материальную ситуацию, потому что он нашел добычу, схватил эту добычу, взмыл в небо. Сильный орел, клюв боевой, кости очень мощные, крылья мощные, он крупный, уверенный в себе, и понес добычу, и стая ворона выдала эту добычу, и напала на коршу. Аванте, который я сначала подумал, я сильнее, на большие, на клюв, крылья крепче, и на ворон было больше, и в год их было занято добычей. Постепенно он стал прейдовать, тут уже одна рана, другая рана, уже голова терпит, кровь еще, и не может быть, как нам от каких-то ворон я терплю такое поражение? Академия, что же делали? Как же меня? Освои страдания. Как же меня? Как же я между этой вещами? Это такое решшество мысли? И сердце. Отпусти добычу? Он разжал просто кого-то. Всё что он сделал. Он разжал просто егоinté. Просто рожал, не смысл. Добычу упало вниз, и ворону не исчезла. Мат, это ведь? Нат. Вы собираешь. Но это короткое дело, как я сказал, у меня науча целая, чтобы объяснить правильно, как это делать, то сейчас вы начнете отпускать и все бросать, но это образное дело, когда вы занимаете все, что у вас в служении Бога, в служении Бога. Мы которые занимаемся, мы не должны это делать. Мы их занимаемся, мы её переходит, мы нужно тренять вамoro для себя. Мы отказываемся эксплуатировать для себя. Мы их занимаемся, мы их занимаемся. Мы не для себя должны это делать. Мы支持 им económику. Мы отказываемся эксплуатировать для себя. Это называется отречение. Это Merci большое. У нас есть еще несколько вопросов. Как бороться с плохими качествами характера, конкретно с ленью и завистью? Как бороться с плохими качествами характера, как лазiness и envy? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Есть такой анекдот. Я боюсь с сном. Я спрашиваю, ну и как? Ну, когда сон меня побеждает, я засыпаю. А если я побеждаю сон, я отдыхаю с сном. И когда я победу, я проживаю после бороться. Как вы с теми? Как вы с теми? Как вы с теми? Это надуманное состояние искусственное состояние. Это не думанное состояние. А еще, что пребываю на уровне ума. Я ментал. Поэтому ленивых людей не кормят. Но обычно так. Ничего не хочешь делать, а деньги говорят, что трех человек. Ничего не дам. Ничего не дам. Иди работают. Нет, вы не возьмете ничего. Вы идете на работу. Ленивых людей не кормят. Ленивых людей не любят. Убирают. Не будут кормить. Не будут любить. А если будут кормить, то с неприязнью. Убирайте себе жизнь, которую ожидает ленивого человека. Ленивый человек ничего не сделает в жизни ценного. Ничего не успеет в жизни. Он проживет жизнь без полезности. Лень – это тамагуна называется. Ленивый человек. Ленивый человек. Ленивый человек. Ленивый человек. Ленивый человек. Мой ответ. Ленивый человек. 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 «I believe in science, you are right and you are right, it is lazy person, he is becoming unprincipled». Ну, вот такие слова пришли на ум. Спасибо большое. И у нас вопрос, подскажите, пожалуйста, каким словом или словами можно помочь человеку, когда он жалуется на судьбу? Хочется помочь делом, но не знаю как. Какие слова и действия могут помочь человеку, который ламентит на судьбу? Ну, человек необразован просто, естественно, он бы жалуется на судьбу. Он еще не надо полного уровня, поэтому, конечно, он искать причины материальные, что посеешь, что пожнешь, готовьтесь к суровому приговору. Дорогие друзья, я говорю откровенно сейчас. Я говорю, что не шутка, готовьтесь к суровому приговору. В конце жизни у нас будет как бы приговор. You will be judged, and the death is an examination, and no compromise. Why are you lamenting for your own fate you created by yourself? Let's get out of this situation. The lamenting means we do not want to change ourselves, to change some things. Why do not you lament on your own? You are the reason of these sufferings. You are the reason of the sufferings you created before. Even if it is difficult, you must speak some good things, some good things you must do. You must follow the way, heroic way of benediction. It is a small-mind, narrow-mind if you lament on self-force, internal force. You read Bhagavatam, it will give you the power to understand yourself, to understand the world and yourself, and how to do the things. If you follow the truth, you will need a lot of strength. It is not easy to wait. You will need strength to follow this way to the end. You need a lot of power. You need a strong will and strong character. And the strength of intelligence and senses, the power you need to overcome these material obstacles. You need strength. And it is given from Bhagavatam. You go to position of studying the Bhagavatam. First phase is lamenting. Second, when you come to the doctor, you go to the medicine. You use the medicine. If you are lamenting and do not take the medicine, doctors will not help you. Nobody will help. Спасибо большое за ответ. Вопрос. Как проявляется майя, то есть иллюзорная энергия, в служении Богу, в предном служении? Как проявляется майя, то есть иллюзорная энергия, в служении Богу, в служении Богу, в служении Богу, в служении Богу? Как проявляется нашего права? Это редкая возможность. Он欺ил доступ к этому. Он призвется друг tasks. Он соб̤ Dr. Сусья иллюзорная агитика, в служении Богу. Он превратится через связьensen общины. Он невозможно. Он существует, святой. Ярис. Он называется маленькая агитика отcommerce. Он же происходит. Он уже происходит. It becomes soft, melted even from the sunshine. It must become like that, develop like that. But in the beginning… What butter? It's like milk. Simple milk. What butter is there? I cannot see the butter in the milk. But there is a process. It is churning, churning, churning. First is yogurt, and when yogurt is churning later, then buttermilk and sour cream, we must pass through the process. And in the beginning the heart is egoistic. Rude. And due to the process the heart is softening more and more. And the person is thinking that I am a bad, I'm a bad, I'm a bad, I'm a bad. I'm a bad, I'm a bad woman. I'm a bad boy. I am a bad boy. He will remember all his words and deeds. He will remember all his words and deeds. He will not know and… Because he will understand that even for that… Это отношение. И Майя уйдет, и Майя уйдет, и Майя уйдет. Тут тоже есть аудитория, тут тоже есть вопросы, пожалуйста. Итак, у меня есть вопросы. По поводу предыдущего вопроса, а с чем вы говорите? Это моя супруга задает вопрос. Она говорит о человеке, который живет на судьбу. Я хочу спросить, я понимаю, что Шимон Багаттан – это высшая наука, на примерах предания Господу. Я понимаю, что Шимон Багаттан – это supreme знание на примерах of devotion oneself to the Lord. Это free of some sentiments. И когда мы изучаем Шимон Багаттан, когда мы даем наставления, Шимон Багаттан, какой аспект человечести должен ли может присутствовать в несовершем, без принципов, как это? Ну, когда мы говорили о жалобе на судьбу, мы отвечали с точки зрения Багаттан – принципиально, бескомпромиссно. И, может быть, без сентиментов. И мы говорили о вопросе о ламенте о его фейте, мы отвечали без сентименов. Мы отвечали без сентименов. Да, а как это человекская сторона? Да, все сам виноват, но мы говорили о том, что это причем. Да, нужно быть страданием, как говорили. И предлагая это привлечение. Иногда нужно даже откликнуться на чувства человека успокоить его. Не знаешь, что да, а это слово и письма тебе поможем, как будет дать прибежищему эмоциональное тоже. Это человеческая сторона должна оставаться на слову. Не пресеркивайте, что это дополнение стороны моей жены сейчас пришло, что человеческую сторону не забывайте доброту. Не забывайте быть суперяным каждому. Если принципиум знаний, то в master's growth будем очень хорошо. Не будьте жесты, бесчувственные крюлики, конечно. Тем не быть жесты, если вы не будете крюльны, конечно. Как поступать, не берете к нему. И не быть грулыми, конечно. Мне понятно, когда... Например, вернет способность... Как поступать в пастор дает...